Здравствуйте! В эфире программа «Безопасности» и я, ее ведущий, Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Международный день борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом отмечается 26 июня. Насколько серьезна эта проблема в Новосибирской области, рассказали эксперты. Прокуратура города усиливает надзор в сфере безопасности, дорожного движения, строительства, ремонта и содержания дорог в Новосибирске. И тому, оказывается, есть объективные причины. Купание там, где запрещено, всегда чревато неприятными последствиями. Но почему желающих нарушить правила всегда оказывается больше тех, кто готов прийти к ним на помощь. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота отмечается 26 июня во многих странах, в том числе и в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас появилось немало других проблем, вопросы наркомании и наркоторговли становятся актуальными как никогда. О текущей ситуации с употреблением наркотиков в Новосибирской области, в том числе среди детей и подростков, продолжим прямо сейчас. Скажем прямо, наркоторговля на территории Новосибирской области никуда не делась. Только за пять месяцев текущего года органы внутренних дел зарегистрировали 942 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 14% больше прошлогоднего результата. Из оборота удалось взять 170 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Возможно, с ослаблением пандемийных ограничений пошла на спад и статистика смертности от передозировки. Количество случаев отравления наркотическими веществами в первом квартале составило 148 случаев, а это на 43% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из 148 случаев отравления 79 закончились смертью, что также на 36% меньше. Отмечу, что среди детского населения в первом квартале фактов отравления и смерти от потребления наркотиков не произошло. Социологи выяснили, что для 75% жителей наркомания является проблемой на территории, где они проживают. 9,5% опрошенных имеют в кругу своих знакомых наркоманов. Молодые люди, да и не только молодые, а взрослые люди не знают о правовых и юридических последствиях потребления наркотиков, практически не имеют никакой информации. 12% вообще не слышали, какая уголовная ответственность присутствует. То есть это вопрос значительно большой. 14% граждан из запрошенных в возрасте 29-30 лет сообщили, что им предлагали употребить наркотики. А 2,5% ранее не пробовавших это зелье готовы его принять, не задумываясь. Такая вот печальная статистика, которая усугубляет появление новых наркотических веществ. Местные наркодилеры и местные лаборатории для усиления эффекта добавляют различные токсические вещества. То, что пишут токсикологи, есть очень такой сильный наркотик, фенциклидин, который вызывает интересные вещи. Остановку дыхания и спазм мускулатуры, который отвечает за дыхание. И, как пишут наши коллеги, скорая помощь не успевает приехать оказать помощь. Впрочем, среди молодежи и подростков в ходу есть и незапрещенные препараты и вещества, которые не меньше убивают растущий организм. О чем мы можем прежде всего говорить? О энергетических напитках. Это очень распространено среди несовершеннолетних. О вдыхании газа бытового из баллончиков для заправки зажигалок или из самих зажигалок. То есть это снифинг, современный феномен среди подростковых групп. Это электронная система доставки никотина в организм. В общем, проблем с наркопотреблением в Новосибирской области, как и во всей России, немало. Одни структуры и ведомства борются со спросом, другие – предложением запрещенных веществ. Даже исходя из вышесказанных, совершенно очевидно, этих усилий недостаточно. Прокуратура города усиливает надзор над соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения, строительства, ремонта и содержания дорог Новосибирска. Почему столь серьезное ведомство подключилось к этой сугубо хозяйственной деятельности муниципалитета? Об этом далее в нашем репортаже. Как пояснил прокурор Новосибирска Роман Сивак, деятельность муниципалитета в сфере поддержания безопасности на дорогах города, их строительство и ремонта вызывает очень много вопросов. Только в этом году выявлено свыше 400 нарушений в различных отраслях дорожного хозяйства, начиная от ненадлежащего капитального ремонта проезжих частей и заканчивая отсутствием горизонтальной разметки и дорожных знаков. Кроме того, прокуратурой города вскрыты вопиющие факты ненормативного состояния специализированной техники, которая в наличии стоит в ДО. По результатам проверок вместе со специалистами прокурора районов города и городская прокуратура установили, что только 36% от имеющейся техники соответствуют предъявляемым требованиям и находятся в условно-исправном техническом состоянии. То есть, по сведениям надзорного органа, более 800 единиц дорожной техники в Новосибирске имеют износ свыше 95%. То есть не могут выполнять задачи по качественному содержанию городских дорог. Поэтому в мае городская прокуратура подала иск в суд с требованием к муниципалитету наполнить ДО работоспособной техникой. Безусловно, мы понимаем, что это существенные затраты бюджета на приобретение техники с учетом сложившейся ситуации. Но в первую очередь мы должны думать в этой части, наверное, не о том, как органы исполнительной власти будут исполнять судебные решения, если оно состоится в нашу пользу, а о том, как защитить права горожан города Новосибирска на надлежащие дороги. Впрочем, не только отсутствие спецтехники усугубляет ситуацию с содержанием новосибирских дорог. Коммунальщики, как выяснили прокуроры, довольно часто раскапывают проезжую часть или тротуары, а восстанавливать асфальт совсем не торопятся. В конце прошлого года было выявлено 50 таких нарушений. И только вмешательство надзорного органа позволило исправить ситуацию. А вот как добиться качественной уборки дорог, обочин и тротуаров после зимы, чтобы Новосибирск перестал утопать в клубах пыли, остается вопросом. Причина здесь, на первый взгляд, как бы объективная, не хватает все той же техники. Но в городской прокуратуре свое введение проблемы. На мой взгляд, даже имеющейся техникой, которая есть в наличии, при выстроенной системе контроля за работу ведомственных учреждений, спроса, эту работу можно делать. Мы тоже вмешивались, носили представления, контролировали и думаю, что сейчас даже очевидно, можно сказать, простому обывателю, что немножко эта ситуация стала меняться в лучшую сторону. Как видим, дорожная отрасль требует не только должного финансирования, но и строгого контроля со стороны. В Новосибирске к этому процессу уже присоединились депутаты власти области. Теперь вот и прокуратура взяла сферу ремонта и содержание дорог под свой надзор. Так что надежд на то, что дороги в нашем городе будут качества соответствующего статусу сибирской столицы, становится больше. Речная полиция Новосибирска следит не только за правопорядком на акватории, но и за соблюдением законодательства в сфере промысловодных биологических ресурсов. К примеру, только за весенний нерестовый период сотрудникам удалось изъять более 700 видов рыбы на сумму свыше 600 тысяч рублей. Подробности далее. Чуть ли не каждый день сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска в период запреты на ловлю рыбы ловят нарушителей. Популярность незаконного промысла и использования запрещенных орудий лова хоть и снизилась за последнее время, но в акваториях некоторых районов нашего региона по-прежнему в тренде. Об этом, конечно же, знают речные полицейские. У браконьеров изъято 25 ставных сетей из лески и почти 750 единиц различных видов рыбы – стерляди, щуки, леща, судака и других. По заключению специалистов, ущерб причиненной природе незаконной добычи водных биоресурсов превысил 600 тысяч рублей. Всего с начала весеннего нерестового запрета транспортными полицейскими выявлено 45 нарушений, из которых по 9 выявленным фактам браконьерства отделом дознания линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска возбуждены уголовные дела. Уголовные дела возбуждены за незаконную добычу водных биологических ресурсов. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По 36 правонарушениям составлены административные протоколы за нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Так что прежде чем приготовить рыболовную снасть и пойти на рыбалку, стоит ознакомиться с правилами вылова рыбы на территории Новосибирской области. В Сибирске транспортные полицейские в очередной раз доказали, что если груз на железнодорожных путях, казалось бы, стоит не под охраной, это не значит, что его можно легко похитить. В Новосибирске правоохранитель взяли с поличным двоих местных жителей, когда те пытались вывести украденное дизтопливо. Задержали в момент кражи топлива двоих мужчин сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузолинейного отдела МВД России на станции Новосибирск. Для злоумышленников, наверное, сюрпризом оказалось существование такого отдела полиции. Теперь вот дают показания. Ну, с товарищем мы подумали, решили вот это сделать. Ну и все, я ему позвонил, он приехал, мы это сделали. Набрали мы бензин и нас уже поехали, нас уже встретили сотрудники милиции. Подробности того, как провели вечер эти граждане, теперь знают и транспортные полицейские. Подозреваемые в хищении сознались в содеянном. Установлено, что 47-летний работник транспортной компании заприметил на объекте своей трудовой деятельности на железнодорожных путях три цистерны с нефтепродуктом и предложил своему 42-летнему знакомому совершить хищение горюче-смазочных материалов. Товарищ согласился. На следующий день мужчины, изготовленные ранее отмычками, вскрыли цистерны и с помощью 20-метрового шланга слили в канистры около 600 литров топлива на общую сумму порядка 230 тысяч рублей. Ну и, как мы уже знаем, вывезти украденное на своих автомобилях с территории компании злоумышленникам не удалось. Нефтепродукты уже возвращены законному владельцу в полном объеме. А в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России, кража. Фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Купание там, где запрещено, всегда чревато неприятными последствиями. Новосибирские спасатели прекрасно знают такие места и по возможности стараются держать их под контролем. Но желающих нарушить правила всегда оказывается больше тех, кто готов прийти к ним на помощь в трудную минуту. А потому муниципально-аварийно-спасательная служба в очередной раз пробует донести до новосибирцев простые истины. Смотрим. Летнее тепло неминуемо тянет сибиряков на берега различных акваторий. Отдыхать у воды всегда приятно. К тому же в любой момент можно окунуться в приятную прохладу озера или реки. Однако есть большое «но». К примеру, в этом озере, больше похожем на болото, на территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор» купаться запрещено. Причина этому видна на поверхности. Водолазы данный водоем не обследовали. Дно неровное. Мы вот видим, у меня за спиной пеньки торчат. И что под водой находится, вообще неизвестно. В этом заключается, наверное, опасность этого водоема, во-первых. Во-вторых, вода, санитарные нормы здесь никаким критериям не подходят. Ну, видите, что утки здесь живут. Причину того, что люди купаются и отдыхают здесь, а не на официальном пляже, спасатели тоже понимают. Ведь не всегда есть возможность куда-то уехать далеко, а водоем вот он, прямо под боком. Много в этом месте и детей, как правило, без взрослых, что категорически запрещено. И это не пустые слова. На той неделе, 12-го числа, на данном водоеме у нас погиб подросток, 15 лет. Ну, опять нарушение тех же правил. Ныряние в незнакомых местах, купание в местах, запрещенных для купания. А ведь купальный сезон только начался. И нарушителей, в том числе и среди детей и подростков, будет еще немало. Поэтому всю ответственность спасатели возлагают на их родителей. Хотелось бы обратиться к родителям, не отпускать детей от них на водоемы. Вот здесь мы видим как раз ту категорию, скажем так, детей, которые уже вроде бы и не маленькие, да, что за ними следить. Но эти как раз вот подростки, они попадают в такие неприятности. К сожалению, это категория детей, скажем так, наиболее часто тонет. И еще одна не очень приятная новость. Купание в Новосибирском водохранилище временно запрещено. Это рекомендовал Роспотребнадзор по причине качества воды, которая не отвечает санитарным нормам. Есть версия, что случилось это из-за сильных проливных дождей. Один мудрый человек заметил, ощущение безопасности делает человека неосторожным. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. И не забывайте, что безопасность – это процесс, а не результат. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин